Неужели пришла пора рассказать про ТОМ? Поехали! Ну что ж, попробуем сегодня изготовить ТОМ. Точно так же запишем рабочий шум тракта. Пускай это будет... Боди. 48 килогерц. Мона. Записали. Нормализовали. Скопировали. И создадим файл под названием... Hit. Удар. Вставим. В боди откроем санограмму. Выделим частоту примерно в 50 Гц. Ctrl-T. Normalize. У нас есть супернизкая частота. Теперь, если вы из перфекционистов, то можно ровно так же выделить один цикл, точнее, один полный период волны через Shift-O. Shift-I и Shift-O позволяют выделить фрагмент волны по нолю. Shift-O, Shift-O. И, как мы видим, всегда сохраняется период. Ctrl-T. Нормализовать. Копировать. Вставить. Несколько раз произвести операцию. Сделали примерно 2 секундочки 50 Гц. Это будет тело. Удар. Нам нужен очень короткий, почти импульс, шума. Делаем фейт для того, чтобы он более плавно заканчивался. И копируем. В тело, в самое начало файла, мы вставим. Через Ctrl-Shift-V. По 100%. Без галочек. Ок. Очевидно, у нас сейчас клиппинг. Поэтому нормализуем файл. И послушаем. Нормально. Сделаем Stretch and Pitch. Мне нравится поднимать на 15 полутонов и опускать до 0 полутонов. Притом завязать высоту тона и хронометраж. В принципе, можно повторить операцию. Но я думаю, мы к этому вещу вернемся. Отменяю. Через эффекты. Чип-моделт-компрессор. Выставим порог в районе 20. Усиление не будем использовать. Малое соотношение. Малая атака. Средненький релиз. Применяем. И еще разок. Теперь. Возьмем Hard Limiter. Сделаем усиление в районе 10 дБ. Потому что у нас пик нашей синусоиды приходится как раз на минус 10 дБ. В принципе, уже неплохо и интересно. Так, попробуем эквализовать. Начнем срезать примерно от 80 Гц. Применим. Еще раз Stretch and Pitch. А теперь вставим в начало, через Ctrl-Shift-V, еще один наш удар. По сути, тот же самый, который до сих пор хранится в буфере обмена. Нормализуем. Послушаем. Слишком шипяще. Нужно сделать его порезче. Подчеркнем компрессором. Лимитируем. Посмотрим, что у нас в спектре. А в спектре у нас противоестественно много высоких частот. Думаю, мы от этого будем избавляться. Вот так уже поинтереснее. То есть я режу не по налю для того, чтобы сделать более яркий щелчок. И мы видим, что здесь волна имеет примеси других, более высоких частот. Можно послушать в лупе. В принципе, похоже на неплохой том. При желании можно еще пройтись пич-шифтером. Так вроде бы даже органичнее. Но опять же, высокие частоты в начале, они звучат немножко не так. Все равно слышен шум. В принципе, наш том готов. Давайте послушаем, как он будет звучать в миксе. Файл хит нам больше не нужен. Файл боди. Сохраню как том сегодняшним числом. Обычно томы располагаются на клавишах F, F, G, соль, A, ля и B, C. Вроде бы еще в некоторых мэппингах на еще до и на ре. Но основные это вот F, G, A, B. Как известно, томы строятся в кварту. Пускай это будет наш самый низкий. Следующий будет повыше. Следующий еще выше. А следующий еще выше. Итого Создадим всем им одну подгруппу. Пускай это будет вторая. Сейчас я закину еще хэтов. Хэты, в свою очередь, будут в первой подгруппе. Еще у нас были Кик и Снэйр. И как будто бы оно даже органично звучит. Несколько штрихов по расстановке сэмплов по драмреку Эбблтона. И у нас неплохой кит. Который мы сделали, черт возьми, в Adobe Audition CS6. Чудеса. А теперь, внимание, вопрос. Какой же херней мы занимаемся, дамы и господа? Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. Будут еще видосики, чтобы не пропустить. Подпишитесь, поставьте колокольчик. И всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok